Приветствую всех, это Система. 10 октября. Вся Украина подверглась массированному ракетному удару. По всей стране было выпущено более 80 ракет, большую часть которых удалось сбить. Главные цели обстрела – объекты критической инфраструктуры и в первую очередь энергетики. Так Путин мстит якобы за взорванный спецслужбами Украины Крымский мост. Судя по оперативности, с которой там провели расследование, обвинили Украину и ответили обстрелом, складывается впечатление, что хозяину Кремля очень была нужна эта диверсия с мостом, как повод для очередной атаки. Российский президент уже не владеет ситуацией. Спустя 7,5 месяцев войны для ударов по Украине ему нужен повод и даже оправдание. Неважно на самом деле, кто взорвал мост – свои же ФСБшники или украинские спецслужбы. Нужно оправдание для своих граждан, которые испытывают все больше дискомфорт от этой войны. А также аргументы для остатков своих союзников, чтобы хоть как-то оправдать свои действия. Ракетные удары по объектам украинской энергетики – это не спонтанное решение Путина. Это заранее тщательно спланированная кампания, о которой давно известно не только западным спецслужбам. Цель – развалить энергосектор накануне отопительного сезона. Поэтому повод с Крымским мостом, как ответка, более чем надуманный. Впрочем, если удары по Крымскому мосту действительно дело рук украинских спецслужб, то реакция в виде ракетного обстрела мирных городов Украины в утреннее время – это скорее признак истерики и агонии. У Путина нет возможности ответить на фронте. Там его войска уперлись в тупик. Поэтому ответить решили подло терактами по мирным городам. Взорванные ТЭЦ, подстанции, парки, жилые здания – все это исключительно гражданские объекты. По Крымскому мосту в оккупированный Крым перебрасывается техника, боеприпасы, горючее, личный состав. То есть все для войны в Украине и причем задолго до начала этой войны. И только по этим критериям Крымский мост можно вполне считать военным объектом. Кремль использует взрывы газопроводов северных потоков и подрыв Крымского моста для манипуляции со своим населением. Создание образа врага, угрозы нападения и существованию России. Все это для повышения мотивации призывников, контрактников и мобилизованных служить и воевать. Что касается рядовых граждан, нагнетание страха призвано потушить растущие протестные настроения и негодование от мобилизации войны. Удары по критической инфраструктуре призваны посеять панику среди украинского населения, вызвать очередную волну беженцев на фоне страхов новой эскалации в войне. Это просчитанный сценарий Москвы – ударить в тыл и воспользоваться паническими настроениями. Еще одна цель – вызвать в обществе волну недовольства действиями украинского руководства и подтолкнуть к переговорам с РФ. Путин, играя с ракетами, пытается шантажировать мир и подталкивает ряд правительств поскорее вынудить Киев переговором на выгодных Москве условиях. Уже через несколько часов после прилетов турецкая сторона снова напомнила о своей готовности стать посредником, но Кремль практически моментально отреагировал к готовности обсуждать этот вопрос в формате США, Германия, Франция и Великобритания. Как говорится, разыграно по нотам. В последние дни кто только не намекал на необходимые скорейших переговоров – и миллиардер Илон Маск, и экс-президент Трамп, и американские и европейские политики, ну и тот же турецкий лидер, который всеми силами тянет президентов Стамбул. Пугая планету перспективой ядерной войны, кто-то, похоже, очень сильно старается спасти имидж русского президента, вытаскивая из рукава новых спикеров и новые аргументы. Российское руководство панически ищет выход из этой войны, понимая, что победить уже не удастся, а признать поражение – ой, как опасно. В Кремле осознают, что за эти ракетные удары будут очередные санкции и ограничения, но там готовы к потерям, там блефуют и пытаются идти ва-банк. Ракеты – это, по сути, финальный шантаж. Ракетами русский пытается пробить стену, чтобы вырваться из этого тупика. Поэтому, к сожалению, вероятность новых ракетных ударов остается слишком высокой. В сложившейся ситуации Киев вправе требовать от Запада следующее – усиление противовоздушной обороны по всей стране, увеличение военной помощи, и как раз на этой неделе пройдет очередной Рамштайн.